Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки лета, снятые 8 сентября. Ну, так вот получилось. Зато у меня тут два пакета. Один небольшой из деревни пустые баночки, один из города. Значит, тут пустые баночки в деревне. У меня зимовал вот этот гель для душа. Особая серия цитрусовые фрукты придают коже мягкость и бархатистость. Мята подарит заряд бодрости для начала нового дня. Конечно, подарит, если ты принимаешь душ на улице под холодной водой, которая течёт из шланга прямо из пруда. Но когда жара, она очень дарит эту самую свежесть. Освежающий гель для душа мятный лимонад. Особая серия. Чё-то какие-то копейки стоил не 50 рублей, тут 370 грамм. Чё-то я его покупала, не помню зачем, но он внезапно не понадобился, и я, короче, это... Какой-то очень бюджетный подарок, не помню, кому должен был быть. Сказали, вот какой-нибудь такой бюджетный гель, я купила какой-нибудь бюджетный гель, но потом он на основе натуральных ингредиентов написано тут. Но он как бы не пригодился, я взяла его с собой в деревню, но он остался там. У меня не было в прошлом году такого полноценного душа, чтобы не надо было ныкаться по кустам. Ну, в смысле вставать пораньше, чтобы его принимать. Где-то середина лета он у меня случился, уже такой полноценный душ, что не надо вставать в ранищу, чтобы вымыться, пока никого нет. Хотя в деревне полтора землекопа зимой и два с половиной землекопа летом, короче говоря. Теперь у меня такой хороший душ, хоть и на улице. Вот этот гель я юзала, он у меня закончился. Этот гель я тоже юзала, он у меня тоже закончился. Это подарок от подписчицы Ксюши, которая со мной поделилась своей парфюмерной коллекцией. Тут ещё был посылочек, помимо прочего, ещё и гелик. Крем для душа увлажняющий, нежное прикосновение с кокосовым молочком и молочными протеинами. Кошка делает СМР, сев на пакетик, в котором это всё было очень мне понравилось, очень классный гелик. Тут, кстати, номер 8393, если вдруг кому это надо. Ну, может, вы хотите это заказать после моих восторгов. Очень классный гелик. Так, это было два гелика. У меня закончился в городе уже, это всё сейчас пойдёт, то, что закончилось здесь. Шампунь Вилсен Косметик Здоровье от природы Народная Кладовая. Кефирный шампунь для густоты волос за 55 рублей покупала в Фикс Прайсе. Натуральная кефирная сыворотка, льняное масло. Придаёт естественный блеск, восстанавливает повреждённые волосы, 515 мл. Сначала я его не поняла, и он мне ни хрена не промыл башку. Но так как я чё-то была тогда совершенно безденежная, шампунь закончился, то я решила дать ему шанс, и потом я им проникнусь, и он вполне себе нормально, хороший шампунь. Свою цену он оправдывает 50... Алиса, 55 рублей за 515 мл. Ну, вообще, понимаете, вот Кишка просто как-то грыз штатив, а она решила на него прыгнуть. Ну, вот что это за нафиг такой? В общем, шампунчик у меня закончился и упал. И упал у меня сегодня, видимо, какой-то очень громкий обзор. Хорошо не асамаяк. У меня закончилась мылка, которая тоже, вот, кстати, Ксюша тогда прислала посылочке. Фаберлик, Лавли Маменс, фигурно-туалетное мыло, бычок. Очень хорошая мыльца была, экономичная, хорошо мылилась, мне так понравилось, пенку давала. Я им даже пару раз, по-моему, тушку мыла на губочку намыливая. 26, 26, 22 номер у него. Я сейчас перед этим прислала свои парфюмы на сентябрь. И я сейчас благоухаю просто эликсиром от Ифраше. Свой эликсир, который у меня закончилась пена для вам, подарок от подписчицы Лёли. Эйвен, роскошные цветы, 500 мл. Вот такие пены от Эйвен, очень хорошие, кстати. Мне нравятся. Спасибо, Лёли, и вот оно закончилось. У меня закончился тоже подарок от подписчицы Лёли. Эйвен Сенс, парфюмерная коллекция. Нежная любовь Парижа с ароматом розы, риса и нотами янтаря. Крем-гель для душа, вдохновлен парфюмерией. Очень классный работа, он мне очень нравится. Впервые я с этим гелем познакомилась, когда Меллинг Снегирёва его подарила. А потом мне Лёля его дарила периодически. Даже большой формат, 500 мл. И вот такая тоже от Лёли. Тут совсем чуть-чуть осталось. В общем, я от него точусь, он мне очень нравится, и как он пенится, и как он пахнет. Он мне напоминает Эрис Нуар от Эфраше. А ещё с Эликсир Восенсуэль тоже от Эфраше. Так, у меня закончилось. Почему-то баночка не досталась, досталась коробочка. Фирма Натуральное масло, мятое эфирное масло. 54 рубля, оно стоило 10 мл. Мне вообще очень нравится эфирное масло от фирмы Натуральное масло. Да, и вот это тут мято. Я его добавляю в аромалампу. Я его добавляю, ну, мятное масло добавляла в аромалампу, в ванну, в отвар для мытья волос. Там делали просто, грела воду, потом его капала и вот ароматной водой мыла. Или просто добавляла в какой-нибудь отвар. И мято ещё добавляла, ну, капала его. Добавляла аромалампу в косметические средства, там, в дезик самопальный этот восковой или ещё куда-то. В мыло, возможно, тоже добавляла, если делала на заказ, редкий заказ. Эйван Кэр, увлажнение с алоем и огурцом, очищающее средство для лица, для всех типов кожи. 200 мл это подарок от подписчицы Лёли. Вот он закончился этим летом. Хорошее средство, мне вообще очень нравятся такие увлажнялки и умывалки. Ну, умывалки и увлажнялки. Потому что, когда ей умоешься, как бы кожа не стянутая. Умывалки от Эйван Кэр, вот такого формата, мне очень нравится. Спасибо, Лёточка. Так, у меня тут ещё одно масло закончилось. Полынь. Масло полыни, радуга ароматов. Гарантия качества. Я его специально 10 мл заказывала у нас в аптеке. 103 рубля оно стоило. Зачем мне такое дорогое вонющее масло, спросишь ты, зритель. А у меня есть кошка, которая лазает компьютер и ещё куда не надо. И сначала оно на неё действовало. И я думала, что раз действует, она туда больше и не лазала. Что она больше и не будет лазать. И пару месяцев действительно было так. Но потом она снова стала туда лазать. Вот оно закончилось. Я его по большей части юзала как техническое средство, на ватку и туда. Но иногда я его добавляла как обогащающее что-то отвары для волос. У меня закончили. Думаю, почему они пустые? А ведь точно они же сгорели, поэтому и пустые сожглися все. Это были аромопалочки мандарин Агарбатим Индокитай. Сделанные в России под присмотром Индии. Короче, да, сделаны вот в России. Это мне дарила подписчица Лёля. Очень хорошие палочки. Мне, в принципе, нравились. Действительно, чем-то таким вот цитрусом, мандарином пахли. И я их периодически жгла. У меня единственный твой кончик духов, оказывается, тут. И это последняя пустая баночка. У меня закончились мои любимые духи. Мой Морган. Морган до тебя. Я его еще называю иногда Морган. Не то, чтобы иногда. Чаще всего его называла Морган до той. Хотя это Морган до тоа. Это фирма Морган французская. Насколько мне известно, сейчас они очень мало выпускают какой-то парфюмерии. У меня раньше был флакончик голубенький. Потом был зелененький. Кто-то скоммуниздил. Я хотела собрать всю коллекцию этого Моргана, но как-то не сложилось. Голубенький я вообще покупала в Рыбинске, в Калине. Магазин, по-моему, такой косметический. Впервые в жизни побывала в магазине. В 2014 году впервые в жизни побывала в магазине, который вот именно вот, ну, типа рифгорша и все такое. Или туаля. У меня был флакон. А это вообще изначально покупала на клубнике. Он очень долго жил. Красбери или как там ее. Когда она еще была вменяемая, и все это посылалось из Швеции в Россию на каком-то там непонятном языке через тамушку и так далее. И чтобы заказать духи, надо было облатить доставку либо заказать какое-нибудь ухаживающее средство или какой-нибудь гель для душа. Я там же на той же клубнике тогда покупала наборы Элизабет Арден и так далее. А если заказываешь косметику, то доставка бесплатна была. У меня было 35 миллилитров, 60 миллилитров. И вот эти 100 миллилитров, которые очень долго жили, они очень напоминают цветочная диска и фроша, которая снятость. Мне очень нравился этот аромат. И вот он у меня как-то за лето заюзался. И мне жалко этот флакон выкидывать. Я его, наверное, суну в шкаф с бельем, и он там будет лежать и благоухать. В общем, вот такие у меня пустые баночки за лето. Их как-то не особо много накопилось. У меня такое ощущение, что на сентябрь у меня тоже будет не особо много баночек. И если действительно так случится, что не особо много баночек будет за сентябрь, то я, наверное, сделаю уже потом пустые баночки осени где-нибудь в конце ноября. Почему в конце ноября? Потому что я думаю, что я уже вряд ли буду в деревню ездить, как вот тут не получалось вовремя. Кошка пытается меня тут вообще залезла в пакет. Мало того, что она залезла в пакет, так она еще меня из пакета царапает и кусает за ноги. Вот жулик-то такой, а. Жулик. Смотрите. Пакет с кошкой. Пакет с кошкой. Пакет пустых баночек с кошкой. Всем спасибо за просмотр. Ну и извиняйте, что так поздно эти пустые баночки лета аж 8 сентября записываю. Пока.